Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре у нас автомобиль AC Cobra 427 из игры Torx. Итак, как обычно, начнем с внешнего вида автомобиля. Я не очень сильно разбираюсь вообще в продукции марки AC. Да, я вообще, в принципе, не во многих-то машинах чего понять могу. Но вроде как в интернете пишется, что 427-я это именно третье поколение AC Cobra, а это с 1965 по 1967 год у нас производилась механическая четырехступенчатая коробка. Была, кстати, руль у нас видно, ну как бы, руль не видно, а видно, что место водителя, оно по идее как по-британски справа, ввиду того, что вот стоит дуга безопасности. 427-й двигатель это у нас 7-литровый, 425 сил, который обеспечивал максимальную скорость 262 в стандартном исполнении, либо с двигателем 485 и уже 290 км в час. И третье поколение Cobra у нас считается, среди коллекционеров, точнее, считается классическим. Цены на эти автомобили начинаются от миллиона долларов. Например, в январе 2013 года Shelby 427, ну у Shelby, если кто не знает, это тюнинг ателье, автомобиль Shelby 427 с 7-й competition Cobra 67-го года выпуска ушел с молотка на аукционе за два с лишним миллиона долларов. И это, конечно, капец. Давайте дальше к игровой модели вернемся. Соответственно, фоточки я там вам накидаю, вы уже должны были их посмотреть. А мы посмотрим салон. А у нас его нет. Собственно, как и нет его у нас внешне. И давайте посмотрим разгон до сотни, до двухсот. Итак, мы на прямике. Кстати, двигатель работает у нас на чуть больше тысячи оборотов холостого хода. Да, отсечка на семи тысячах. И давайте 0-100. Довольно долго переключается. Даже с потерей скорости. 200. Третья передача. Четвертая пошла. Ну, скорее всего, да, она четырехступенчатая. Ну, фиг знает по поводу 400 сил. Не знаю. Вряд ли, мне кажется. Все, тормозим. Она сразу юзом идет. Надо будет это принять во внимание. Да, кстати, надо еще новую метрику ввести. Это остановка со 100 километров в час. Сейчас на прямике мы попробуем замерить время. Итак, останавливаемся. Там чуть больше сотни. Отсчет пойдет именно с сотни. Готово. Интересно, АБС можно здесь выключить? И попробуем без АБС. Соответственно, все времена на ваших экранах. И мы переходим к замеру круга. Итак, поехали. Но разгоняется, я бы не сказал, что быстро. Фиг знает. Но это класс, кстати, исторический. Поэтому надо именно с ними сравнивать. Значит, скорость в повороте в первом у нас 220. Ой, как сильно ее на внешку выносит. Мне кажется, она не сильно хорошо управляется. Попробуем тормозить. Ага. Так, а сейчас посмотрим змейка. Змейка, мне кажется, это очень такое потное занятие на этом автомобиле. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, что-то я разболтала. Да, все-таки круг мы точно поставим не на первом круге время, точнее. Ну, мне не нравится, как она управляется. Мне не нравится эта машина, как она едет, как она управляется. Мне нравится. Были намного более достойные, на самом деле, автомобили. Ну, пока что у нас плохое время. 2 минуты 10 секунд. Ну, кстати, не самое худшее. Честно говоря, там, по-моему, и были еще. Еще хуже. Ну, ладно. Пробуем. После 6000. Смотри-ка, вообще не тянет машина на четвертой передаче. Какие нахрен тут 400 сил? Так, тормозим. Здесь лучше без газа дальше. Отлавливать приходится машину. Ее очень несет на торможение. Без газа, без тормоза в повороте нужно быть. Иначе совсем худо. Давай-давай-давай-давай-давай. Во. Более-менее. Так, минута 30 уже. Круг. Я думаю, по 2 минуты будет. Итак, минута. Минута 53-58. Ну, давайте заключительный, третий круг. Прям попробуем выжить из нее. Что-то, что-нибудь. Всего тут с бензобака. Звук такой еще очень странный у двигателя. Как будто стучит, блин. Ой-ой-ой. Это плохая болтанка. Какая-то тормозовка будто нет вообще. Я не знаю, что там на тестах покажет, конечно. Но тормозить так себе вообще на ней. Ну, я думаю, не быстрее мы проехали. Ну, плюс-минус так же. Может быть, там на секунду, если получится быстрее, то очень хорошо. Но скорее нет, конечно. Уже 45 секунд. А нам он еще до финиша разгоняться. Нет, точно нет. Вообще 54 с чем-то. В общем, и так, друзья, у нас лучший круг составил минута 53-58. Табличка перед вашими глазами и на ваших мониторах. Можете сравнить результаты этого автомобиля с другими из этой игры. Максимальная скорость составила у нас 230 км в час. И так, что можно сказать по машине. Мне, честно говоря, не понравилось. Ни по разгону, ни по управляемости. Не очень все хорошо. Ну, это, конечно, да, старый автомобиль. Старая конструкция. Все старое. Все еще вот то хардкорное. Ну, как-то не цепляет. Не цепляет. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, оставьте комментарии. Увидимся в новых видосах и стримах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok